К проведению Кубка России Федерации акробатического рок-н-ролла Севастополя готовилась около года. Принимать турнир такого уровня – большая ответственность. Его результаты значительно повлияют на общероссийский рейтинг спортсменов, а значит и список тех, кто уже летом представит нашу страну на международных соревнованиях. Оценивали выступления участников 19 судей всероссийской категории. Организацией и уровнем развития этого необычного вида спорта в Севастополе они оказались впечатлены. Имея достаточно большой опыт, могу сказать, что Севастополь держит очень хороший план и по организации. Замечательный спорткомплекс, подход к судьям, подход к тренерам очень душевно, очень качественно все сделано. Уровень спортсменов тоже радует. Сборная Севастополя представлена во всех дисциплинах. И, например, дисциплина «Формейшн Мирс» мужчины и женщины, которая развита в очень немногих регионах, она есть в Севастополе. 2021 год – юбилейный как для Всероссийской, так и для Севастопольской федераций. В стране эта дисциплина развивается вот уже 35 лет. В нашем городе несколько меньше – 15 лет. Однако за это время руководство местного спортивного объединения успело пройти немаленький путь. Из банальной секции акробатического рок-н-ролла, например, в спортшколе «Чайка» в 2006 году до уровня проведения соревнований. Любые соревнования – это, прежде всего, работа команды. У нас сформировалась очень хорошая команда очень классных ребят, спортсменов, фанатов, которые уже воспитывают свои пары, которые помогают нам организовать соревнования. Сегодня акробатический рок-н-ролл активно развивается в 46 субъектах России. Этим видом спорта увлечены более 27 тысяч ребят по всей стране. Они впервые выходят на паркет в совсем юном возрасте и упорно тренируются из года в год, достигая все более значимых результатов. Я думаю, рок-н-ролл любят из-за драйва, из-за музыки, из-за вот этой энергии, которая безумно идет от этого спорта. Этот вид спорта очень необычный. Здесь и спорт, и танец. Мне очень понравилось, когда я пришла, все пары и сейчас очень красиво танцуют и интересные композиции. В развитии спортсменов заинтересованы и в крупных российских компаниях. Корпоративные любительские клубы есть при таких организациях, как «Газпромбанк», «Алроса» и «Новотек», которые нередко становятся спонсорами соревнований. Лидирующие позиции в общих зачетах традиционно показывают танцоры санкт-петербургских клубов «Лидер и стиль» и «Московского Спартака». Это Кубок России. Здесь не бывает слабых соперников. Здесь только сильнейшие. На каждом соревновании соперники есть. Ничего не меняется. Все сильные, все готовятся. Поэтому конкуренция высокая. Кубок России проходил в Севастополе на протяжении трех дней. За это время на суд жюри представили порядка 1200 выступлений. Участников было несколько меньше. Часто ребята выступают сразу в нескольких категориях. С учетом итогов этого турнира сформировался рейтинг спортсменов. Первые шесть лидеров общего зачета войдут в сборную России по акробатическому рок-н-роллу. Среди них и севастопольская команда «Флайнг Фиш». Получается, что на чемпионате Европы выступят только представители городов федерального значения. К нашим ребятам присоединятся один коллектив из Санкт-Петербурга и четыре из Москвы.